Яркая предматчевая программа, небывалый ажиатаж среди болельщиков и солнечная августовская погода не помогли крыльям советов заработать первые очки в Кубке России. После поражения от Балтики со счетом 2-3 в турнире клуб с берегов Волги минимально проиграл действующему обладателю золотых медалей национального чемпионата «Зениту» из Санкт-Петербурга. В первом тайме гости из северной столицы не смогли создать ни одного по-настоящему опасного момента у ворот Ломаева. Впрочем, хозяева тоже в атаке не блистали. Несколько скромных попыток Барыча и Рахманович застать врасплох Васютина после розыгрыша угловых не увенчались успехом. Карпицкий имел неплохой шанс зажечь свою фамилию на табло, но голкипер гостей с ударом молодого белоруса справился, вовремя сократив расстояние при выходе. Футболисты отправились на перерыв при счете 0-0. Во втором отрезке встречи «Зенит» предпринял попытку забить быстрый гол. Сергеев ювелирно обработал подачу Караваева с фланга в штрафной и отправил мяч в ворота своей бывшей команды, которая дала ему путевку в жизнь. Этот эпизод в итоге и решил исход игры. Осенькин пытался спасти матч заменами, но подопечные Симака в этот вечер не планировали упускать победу. Клуб с берегов Невы строго действовал в обороне. Защитники гостей лишь дважды позволили Никите Салтыку проверить Васютина на профпригодность. Александр возложенный на него ожидания оправдал и партнеров не подвел. Матч закончился с минимальным перевесом в пользу сине-бело-голубых 0-1. Питерсы набрали 6 очков и единолично возглавили группу «Ц». Укрыли в покане одного балла после двух игр и последняя четвертая строчка в турнире. На послематчевой пресс-конференции Игорь Осенькин признался журналистам, что ему пришлось поберечь некоторых футболистов основы для следующих игр. Мы ни в коем случае не играем в полсилы, но все-таки мы даем ротацию. Если вы сейчас увидите, все команды, у которых 6-7 дней на три игры, они все дают ротацию, включая «Зенита» с его возможностями. Сергей Семак поблагодарил поклонников «Зенита» за горячую поддержку на выезде. С победой. Спасибо болельщикам. Сегодня наших болельщиков много приехало поддержать нашу команду. И мы рады в этот день доставить им положительные эмоции, добившись победы. Следующие две игры «Крылья Советов» проведут в гостях. Подопечные Игоря Осенькина померятся силами с московским локомотивом Михаила Галактионова 12 августа, а уже через неделю – 18 августа. Волженам предстоит проэкзаменовать казанский рубин Рашида Рахимова, вернувшийся в элиту отечественного футбола из ФНЛ. После трех матчей в чемпионате страны самарцы занимают третье место, уступая по очкам только столичному «Спартаку» и «Краснодару». Анатолий Головко, Константин Головин. События.